В Воронежской области историки пошли на эксперименты, восстановили деревню 10 века нашей эры. Теперь здесь живут и работают кузнецы, гончары и другие ремесленники, а из глиняных избушек за ними наблюдают туристы. Репортаж Виталия Воронина. В деревню мастеров путь не близкий. Никаких автомобилей или экскурсионных автобусов 5 километров пешком. Сначала вот по этой крутой лестнице, затем по самому краю обрыва. Это насыпь, по которой идут туристы, часть городской стены. Мы с вами подошли к воротам, к езду в крепость. Тысячу лет назад в этом месте было крупное городище, Маяцкое. Его построили Аланы, выходцы с Кавказа, предки Осетин. Это была их самая северная крепость. Сегодня здесь природный заповедник Девногория. И как тысячу лет назад, рядом с крепостью, деревня мастеров. Жилища, как и положено, из глины и прутьев. По эскизам археологов возводили профессиональные строители. Размеры примерно 3 на 3 метра. Мастера, преподаватели кружков детских домов творчества. Многие из них летом без работы, вот и помогают любознательным почувствовать дух эпохи. Начинаешь ее выше поднимать, ну вот какую-то вазочку. Или шире. Что хочешь сделать? Ну, например, горшочек вот сделать. Среди гостей студенты Американской военной академии Ньюпорт из Нью-Йорка. Они приехали на две недели, практика русского языка. И попали на фольклорный праздник. Мы здесь увидели настоящие русские песни и русские танцы. Нам очень понравилось. Нас везде встречают очень радушно. На фестивале американских студентов, правда, встретили радушно. Они послушали наш «Светит месяц, светит ясный». Сфотографировались с музыкантами, познакомились и над аланскими хижинами зазвучали североамериканские мелодии. Этот забор скоро уберут. Поселок расширяется. Рядом с аланскими хижинами скоро появятся жилища славян и сарматов. Получится такое смешение эпох и народов, которого в принципе никогда не было. Зато туристам будет на что посмотреть, а студентам-историкам будет где проходить практику. Виталий Воронин, Андрей Грабилин, Петербург, 5 канал, Воронежская область.